Привет! Сегодня вести из севера будут обращены свидетелям Ягова. В Священном Писании говорится Даниила 11 глава 42 стих. Но от восхода солнца из севера придут вести. Придут вести, читаем Иов 37 глава 20 стих. Девятнадцатый стих. Дай нам знать, что сказать ему. Тьма мешает нам подобрать слова. Должно ли быть передано ему, что я хочу говорить? Сказал ли кто-нибудь, что ему сообщать об этом? И вот они не видят света. Он засияет ярко на небе после того, как ветер пронесется и очистит его от облаков. В севере приходит золотое великолепие. Величие Бога внушает страх. Мы не постигли всемогущего. Он велик силой. Он не умолит справедливости и обилие праведности. Поэтому да боятся его люди. А к тем, кто в сердце считает себя мудрым, он не благоволит. Теперь Исаия 41 глава 26 стих. Я призвал его с севера. И он придет с восхода. Он призовет мое имя. Он наступит на наместников, как на глину. Он будет топтать их, как гончар, влажную глину. Кто говорил о чем-нибудь с самого начала, чтобы мы знали об этом. Или с прошлых времен, чтобы мы могли сказать, он прав. Но ведь нет говорящего. Нет никого, кто дал бы услышать. Нет никого, кто слышал бы ваши слова. Но я первый. Я говорю Сиону, вот они. И я отдам Иерусалиму того, кто принесет благую весть. Итак, сегодня для вас благая весть. Посмотрите внимательно, что это за штука. Это генератор высокого напряжения. Генератор высокого напряжения. Вот здесь на выходных проводах есть надпись. Обратите внимание. 40 000 вольт постоянного напряжения. Этот генератор создает 40 000 вольт постоянного напряжения. И к нему подключен металл. Для чего такой металл подключен к высоковольтному генератору? Этот генератор от анода кинескопа. И она создает примерно 30 000 вольт. И энергия, которая постоянная, она выходит от этих иголок. Вот этих стрел. Вот этих стрел выходит. Вот этих копий. Вот этих стрел. И создает озон. Озон. То есть, превращает кислород в озон. То есть, из молекулы кислорода, из двух атомов кислорода, создается молекула озона. Три атома кислорода. То есть, из обычного воздуха создается небо. Ну, небо это у нас озоновый слой. Ну, вот. Получается, в моих руках генератор высокого напряжения. И вот эти стрелы, через которые создается озон. Да? Это создано людьми. И мы видим, что здесь вроде бы ничего такого особенного нету. Да? И причем тут какая-то благая весть, вы скажете. Что тут хорошего, да? Так. Сейчас мы это внедряем в священное писание. Вот. Смотрите. Второе Самуила. 22 стих. 22 глава 8 стих. Задрожала, затряслась земля. Основания небес пришли в движение. И дрожали от его гнева. Дым исходил из его ноздрей. Из его уст всепожирающий огонь. И горящие угли разлетались от него. Он наклонил небеса и сошел. И густой мрак был у него под ногами. Он воссел на хоровима и полетел. Был виден на крыльях духа. Он окружил себя тьмой, как шатрами, темными водами, густыми облаками. От сияния перед ним разгорались огненные угли. Прогремел Ягова с неба. Всевышний подал свой голос. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и метал молнии, чтобы привести их в смятение. Обнажилось морское дно, и открылись основания земли. От усуждения Ягова, от мощного дыхания из его ноздрей. С высоты он притягивал руку и брал меня, извлекал меня из великих вод. Вот. Теперь, вот, мы увидели, что в священном писании есть о стрелах. Вот. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, и метал молнии, чтобы привести их в смятение. Обнажилось морское дно. Видите? То есть, с помощью молнии, то есть, вот, мы смотрели, вот, генератор высокого напряжения, статическое напряжение. И, а тут молнии, да? Вот. Он пускал стрелы. Смотрите. Вот эти стрелы. Если покрыть всю поверхность земли вот такими стрелами и подключить много генератора высокого напряжения, то вся вода, океаническая вода, превратится через эти стрелы. Озоновый слой. Таким образом, обнажилось морское дно и открылись основания земли. Да? Смотрите. Он пускал стрелы, чтобы рассеять их, то есть, в воду, рассеять воду, и метал молнию, чтобы привести их в смятение, смятение, чтобы вода была в смятении. То есть, в этом стихе говорится про стрелы и молнии. То есть, энергия высоковольная, статическая. И вот стрелы. Здесь еще говорится, от сияния перед ним разгорались огненные угли. Вот древесный уголь. Вот сияние перед ним, то есть, энергия молнии, когда проходит через древесные угли. Этот древесный уголь, вот разгорались огненные угли. То есть, когда энергия молнии проходит через этот древесный уголь, она создает водород и бикарбонат. То есть, вода, древесные угли, водород и бикарбонат. Здесь мы видим, задрожала, затряслась земля, основание небес пришли в движение. Смотрите, основание небес. Почему не основание земли? Потому что в то время не было земли. Видите? Вот. И открылись основания земли. Основание земли. Вот. А здесь говорится, основание небес пришли в движение. Потому что земли-то не было. Вот. Он окружил себя тьмой, как шатрами. Вот. Темными водами, густыми облаками. Вот. Дым исходил из Игона Сдрей. То есть, из вулкана выходил дым. Всепожирающий огонь. И горящие угли разлетались от него. То есть, с помощью этих вулканов, бог Ягова создает горы, а также создает изоляцию энергии. Вот. Создается такой пласт каменного угля. Вот. Каменного угля. А поверх него древесные угли. Ну, то есть, растут растения, они сгорают, превращаются в древесные угли. Таким образом, создается вот такой простой эффект. Вот. Вот. Эта изоляция, изолятор молнии, каменный уголь, она не проводит электрического тока. А вот древесные угли, вот древесные угли, проводит электрический ток. Вот. Таким образом, энергия молнии, она распространяется над поверхностью каменного угля, вот, через эти древесные угли. И здесь мы видим, что угли разгораются, то есть, выделяется водород и бикарбонат, то есть, это, получается, почва. А где же вот эти стрелы? Вот такие вот стрелы, которые создают озон. Ну, вот здесь, здесь написано, вот. Он пускал стрелы. Видите? Где же стрелы? Где же стрелы Яговы? Которых он пускал. И вот теперь, смотрите. Вот они, стрелы. Вот эти стрелы пускал. То есть, высоковольтная энергия выходит вот от этих стрел. Вот видите? Энергия молнии, которая распространяется по поверхности земли, она выходит вот от этих стрел. Вот. Вот. Вот генератор озона, да, вот. Допустим. Генератор озона. Вот такой простой вот. Она вот так стоит. Как листочек. Как растение. Вот. Вот. А вот эти растения. Вот они выросли. И они вот стали стрелами. Разве они не похожи на стрелы? Видите? Вот. Да. Они похожи на стрелы. Вот. Именно из-за того, что она вот острая, вот как стрела, энергия вылетает. Вот. Видите? Из-за того, что она острая, энергия вылетает и создает озон. Вот. Если бы здесь поставить какой-нибудь шарик, то энергия не будет выходить. Энергия не будет выходить. Вот. Например, вот круглые овощи, фрукты, ягоды. Это вот они круглые. Поэтому энергия не выходит. А вот наоборот, вот стрелы вот. Маленькие вот иголки есть вот здесь. Отсюда энергия выходит. Высокая энергия молнии выходит и создает озоновый слой. А вот круглые растения, они сохраняют энергию. И эта энергия притягивает от земли через корни. Вот. Именно водород, который выделяет вот эти древесные угли. но об этом, в принципе, вам понять не надо. Потому что это слишком глубокие понятия, которых человек, который не знает электронику. Ну и, в принципе, далек от всего, ничего в этом все равно понимать не будет. Но главная суть понятна, что в слове Яговы в Священном Писании прямо написано об этих высокостатических напряжениях, вот этих стрелах. Видите? Это и есть благая весть. То есть, хорошая весть. Хорошая весть именно для свидетелей Яговы. А для царя северного, это вести из севера, из восхода солнца. То есть, это для науки очень плохая весть. А для свидетелей Яговы это очень хорошая весть. Спасибо за внимание.